взял интернет обрубился ух хорошо блин я думал мы договорились зачем так рисковать слушай я ценю твои советы и помощь но не надо говорить со мной как с ребенком я сам могу принимать решение ясно как день что ты плевать хотел на мои советы так не по а как знаешь долго ты протянешь если будешь вести себя как герой дешевого боевика просто взял отрубил своего позволения пойду и послушаю их переговоры заодно узнаю насколько сильно ты накосячил это вообще мне понравилось я просто берет отрубается интернет и я в ахуе тут я заметил новый год веселая штука спрос по неизвестной причине берет интернет отрубается что к чуму а вот фиг узнает просто к туши что я не отрубался у я еще очень сильно плюс север нет нормального соединения интернет я вообще в шоке иногда и догадайся то ли интернет очень стабильно работает то ли еще чуть-чуть вот загадка на самом деле местами самое интересное на другой ну не перелезешь то что варианты очень интересная так она молекулярный плазмомет рейса трон так позмомет сначала который начался жить с пули это симптом вращает до 10 еще до 10 сама восстанавливающихся пуль ну попробуем с химической регенерации чтоб поменьше тратить на самом деле ну поменьше отдачу конечно же на мини портал вдоль траектор пуль позволяя ей игнорировать все препятствия она позволит вам без труда поражать цели сквозь стены он вообще зато им повышается сквозь стабильность пули я вообще короче с этой игры уже так хорошо это улучшил так молекулярный плазмомет это шестерку это на семерку так позмомет а для плазмомета у меня лучше место для его апгрейд то есть ну-ка рельсотрон то есть только рельсотрон можно лучше тогда так популярная батарея жидкостные пули ну парочку маякуляных батарей блин нафиг я тогда ушел чтоб он сам восстановчивый а она а сонарей у нее тоже пометка бесконечная типа и со временем оно должно восстановиться это уж правда восстановилось но так не восстанавливается само так то есть мы вот для этой штуки только ствол поменять и все кассирующий ствол уменьшает стол не я думаю то что генератор сквозных порталов блин они близко мышонок я слышу как они скребутся под полом мерзкие грызуны ты про крыс думаешь они могут прогрызть бетонную стену но чего то не хватает а крысиный король его я больше не слышу он исчез он не исчезает навсегда но порой уходит это все что словно ветром сдувает паутина я ненадолго начинаю ясно мыслить вспоминаю что ты вспоминаешь в больницу людей в белых халатах безумца привязанного к каталке и кричащего от ужаса и себя меня тоже связали зачем вы это делаете почему я здесь выпустите меня успокойся все хорошо все хорошо это уже в прошлом вам не удержать меня силой таракан сейчас ты в безопасности что где я у михаила на складе ты в безопасности пока крысиный король рядом все мы в опасности мышонок все мы не забывай об этом разумеется наш старый друг крысиный король теперь я вижу что ты правда в норме ну-ка вот могу им взглянуть на то что ну-ка я своему предлагаю у него изобретательность падает тупой интеллект улучшается тут ой понятно короче есть его так ну вот молекулярный плазмомет я думаю то что можно можно будет его использовать на каком-нибудь веселом так сохранился я хочу посмотреть что игорь это еще не конец нельзя чтобы все закончилось вот так иди умереть исчезнуть портал помоги умереть игорь игорь о игорь а то есть можно тоже забывать и но по новой оливер попросил тебя действовать незаметно и ты не послушалась а то есть так активность нарк снижается но овер недоволь то есть можно изменить воспоминания активность на раза повысится он это потом обыскиваю убежище так надежде вот это тоже снижает окинуть на арт и таракан это подальше никому ни с кем это не резонирует то есть желтый то что типа можно поменять учет поменяется нормальный укаш 3 тебе удалось вернуть припасы но ты сомневался говорить ли ольги про кость может надо было пригласить ее в команду ты решил сказать ольги что костя мертв она в отчаянии ну-ка я хочу поменять вот хочу изменить воспоминания готов изменить ход истории игорь я принес ваши припасы да кстати костя так и не вернулся в лагерь если встретишь его скажи поторопиться он нам нужен он нужен мне ты должен сказать правду мышонок разве ты не понял что тайны никому не приносят счастья хрен я узнает на что ты рассчитываешь со своей правдой ну вперед валяй я не знаю где он прости я так надеялась на новости что же костя ракан будет не вас туре но на себе позаботиться но если встретишь его передай что я его жду ладно как насчет того чтобы объединить усилия похоже у твоих людей здесь все под контролем мне бы пригодился человек с такими навыками и целеустремленностью что ж а мне бы пригодился человек который столько знает о технологиях нар да думаю какое-то время матвей без меня справиться виде для тебя портал не пугайся ладно но все равно тут типа еще до ну типа какие-то до воспоминаний есть эти события еще не произошли а наше будущее да да так ладно это я поменял ну почему бы нет вообще такое можно вообще со всеми разосраться игорь останется один а так теперь еще это дорогой игорь прости что оставляю записанное сообщение это для твоей же безопасности я нашел кое-что что может помочь тебе в поисках документы на крыше госпиталя припяти забери их как можно скорее и действуй незаметно мое начальство очень огорчится узнав что я тебе помогаю я был уверен что старику можно доверять я бы связался с ним раньше если бы знал что он здесь ты хорошо готов действовать игорь так ну-ка ну то есть и повысить принципе сопротивление то есть вот у меня есть броника есть пистолет можно пока я временно выдать почему мы все противление изобретательность это восприятие буй так мне в принципе еще не нужно так это никто не хочет ничего ведь так участник команды нашли проведенные расследования пучные инструменты везде народ каятся кстати да 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 вот она монстра да да . да да поскольку да 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 сам интересный тут оливер вообще сто процентов справиться ладно пробуем в принципе а то есть может а я просто типа поменять и все они ходили пусть и жакра а это типа все так дальше ну да будет так каждый чем может это поворотный момент игорь могущественный союзник в таком опасном месте может все изменить ты всегда был таким доверчивым очень хочется верить что тебе это не навредит так первых идет дождь вот я не могу я вижу что-то лежит не надо это собрать так и тут конечно же мне только два места посетить одно и по невеста а там этот крылья шли вот так ну 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 так а вот это вообще болезнь вы не можете выйти за территорию здания вообще бурюшку больше не можете выйти но увлечить нормальный останавливаться кстати в Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так. Ну я попробовал бы вот на живом, конечно, но не буду. А вот это бы стал. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 хорошо что бы как не попробовать а олево оценит ох и сочет потеряю я потом и пищу из них вырежет что доложите как только вернется патруль сержант добро пожаловать в мир живых и меню по крайней мере на некоторое время моя фамилия козлов я руковожу служба и безопасности на хотя ты наверно уже в курсе знаешь я сыт по горло этим каждый день одно и то же охранять зону от нарушителей чокнутых которые достают моих людей не дают нам спокойно работать если бы ты был очередным темным туристом или сталкером или как там эти идиоты себя называют было бы куда проще но мы оба знаем что это не так ну что ты готов поговорить со мной на чистоту как мужчина с почему нет поговорим как цивилизованные люди здесь проводятся крупные исследования очень важная ты об этом знаешь поэтому ты здесь так может тебе сложно в это поверить на все это просто бизнес нар заплатила украинскому правительству кучу денег за доступ к этой земле и все равно к нам относятся как к оккупантам из-за чего в зоне опасный уровень радиации эти селюки предпочитают сдохнуть от рака вместо того чтобы прожить долгую и счастливую жизнь на своих огородах мы оказываем этим чокнутым самоселам услугу не позволяя им соваться в пекло разве нет патруль вернулся генерал говорят есть новости отлично как раз вовремя прошу прощения хименюк я скоро вернусь можно как-то освободиться и как-то им называть пиздец вот это охрененный стул видишь что девушки стыдист даже безоружие способом постоять за себя это надо так так изолятор б так он просто отсюда и он упорачивается может отвернуться вскрыл ну конечно нас оставили заключёнными чтобы мы разбирались со всей этой херней мы тут в полной жопе а а а а ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не, я на архалим чё оставлю. Я найду своё. Дым порожен. О, револьвер. Ну, я штуку. Постреляться смогу. Сверху зырит. Не особо узнавать охоту. Вдвоем шоу, блин, устрою, пушкину мать. За оружие боеприпасовым яйца оторву. Я теперь пока всю эту хрень не обшмонаю, я ж не успокоюсь. Порталку спиздили. Оружие спиздили. Порталку спиздили. Порталку спиздили. Порталку спиздили. от стрелки с при честь с особой нежностью блин знаешь может быть полишь не чувствую на вас на всех на чекать то что вы меня и свистнули это я вам так допустим что это все мои но и так просто не успокоюсь и теперь блин пока не ворует лишь отсюда не уйду так спать козел воды я тоже в депутат может но я вообще счастье устроил я посыпься от счастья забрать забрать они сами виноваты что ними притащили суды так это забрать этот запрос забрать то есть к ваш есть хороший а вот и нет у вас ты нету теперь дробовик что-то пых и голове ночью по сказал что я всю нюху я прям сплю и вижу рожу этого генерала хреново возвращаются обратно а нихрена нету не оружие не хитрикат не припасов жар и чего нет тёщи даже то что не пиздится у нас есть свисток забрать забрать кофта один все кажется не съем так поднатку так это уже было вы можете держать имю вы можете пытать его но но отбирать не по то что он нажил по сильным вам это вы зря ох вы это зря шо то так и знал они проводят опыты на электростанции но почему такая спешка чернобыль и так у них под контролем ага так не даю списку скрыть копчик собрать весь так так точно ничего не свистка а то я их нее базов потом сорву ох я думаю мужик обрадоваться пришел на базу оружие нету патронов нету жратвы нет них них и нет все шпизели ась вы не ждали я припёска пить жил жив цел невредим из этого сегодня праздновать двойной паёк а хотя нет за праздник от не считают а значит просто пожрем все 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 в нотаре мало места а на землю упала а где на землю упала а а понял покой сейчас все вот эту хорошую штучку суда положим вот я по это в рамочку повесил с припиской спичина унар еще рожу генерала который такой злой 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 недовольный рожа прям пенами наливалась я не знаю и просто каю сыпать с углом портретом химика и такой так о чем-то я так значит сам где-то 0 уля воляха здоровый игорь привет оля о чем думаешь у нас есть свежая рыба чего чего ты вдруг решила это спросить да достали эти консервы не помню когда в последний раз ела что-нибудь свежее ясно я сообщу если вдруг найду суп из моллюсков или икру может еще бутылочку шардоне чтобы запить ой не умничай я прекрасно знаю что в зоне можно достать а что нет как насчет устроить рыбное хозяйство рыбное хозяйство а нам не помешает больше белка в рационе забавно что ты зачем белка в рационе когда я только устроился на чернобыльскую аэс ребята рассказывали что кгб разводит рыбу в прудах охладителях правда и большая рыба вырастала огромная и сразу приправлена было стронцием 90 жаль что есть я бы даже сейчас не рискнул выращивать рыбу в припяти видимо придется обойтись консервами да причем не тебе одной нам нужно по-другому давай лично эти даю вот эту хератень то остальное выброс чем могу помочь ты можешь научить меня тому что сама узнала в зоне с радостью в зоне нужно уметь о себе позаботиться если не хочешь кормить червей так организую лично я готов учиться велика охотница только никаких шуток во время тренировки не то организую тебе подзатыльник понял тетя хочу уже вместе с генералом вижу задача меня ждет непростая это будет крайне сложно возможно даже опасно я думал ты меня будешь учить правильно собирать сумку как это может быть опасно опасно для моего психического здоровья но не будем забегать вперед во первых я хочу обратить внимание на тот факт что ты почему-то решил что только я могу научить тебя искусству упаковывания полагаю это потому что я женщина и это на мой взгляд чудовищный сексизм прошу сезон это сдаться к козу тем не менее у меня который это на пара любопытных прием скажу честно игорь когда я смотрю как ты организовал все на складе мне плакать хочется плакать ничего себе я плачу внутри себя у меня душа болит когда я вижу эту свалку хлама пополам с безнадёгой никаких четких линий никакой эстетики просто мужское логово провонявшие тестостероном много рисковато тебе не кажется но ничего ох как сказал один мудрец ученик готов то и учитель найдется думаю этот умерла бы на я и вот первый секрет это все идет из головы в каком смысле беспорядок в голове ведет к беспорядку вещах чем лучше ты организован чем яснее твои мысли чем чище разум тем лучше ты можешь распределить вещи женщина чем чище у тебя не спорь нет ему не борись с истиной просто вот что чешу догадайтесь я дам тебе подумать об этом несколько минут или часов и чё а нельзя стать мастером не пролив пота крови и слез не понял так женщина а все понимаю нормально тарканом все так навыки оля твою мою чем могу помочь привет у вас смысле 1 только прямо сейчас и пиздец у него нет даже этот дебил увеличу нормально и фу 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 это не сексируем сразу говорю я с 8 пополам не знаю вы опусываю я не злюсь я спокойно я затушу я спокойно я люблю свою работу не на субботу и пойду как бы я бутылку твою башку разбил по существу я спокоен вот спокойно меня только гранат еще твои окуляры посмотрел бог как посмотрел бы выдали так и спокоен я сверх самоспокойность я не хочу ее придушить сегодня хотя бы завтра после обеда плотного обеда хорошего вкусного полезного он я спокоен я как мужчина с бульвара капуцинов фильм не смотрел на название уже не рад я поясню почему как не буду пояснять почему как так существо твоя ну вот тут твоя будет новая кровать дочь даже я рус а идеально вот он 1 больничный а вот это вот это вот это вам не надо вам в вот этого вот этого вам хватит это с намеком что с вами будет будущем это не агрессия из что это просто спокойная но радикальная намек у него чем могу помочь привет ольга с радостью организованность отличного я готов только никаких шуток я добрый ну продолжим время очередного урока игорь уверен будет еще интереснее чем прошлый раз советую отнестись к этому со всей серьезностью ты ведь не стал бы смеяться над тем кто учит тебя обращаться со взрывчаткой наверное наверное нет разумеется так что представь любое барахло в твоем рюкзаке это заряд все четыре ты должен размещать все вещи аккуратно и с умом иначе что-нибудь взорвется насколько мне известно консервы не не перебивай зачем воспринимать что так буквально это метафора чтоб тебя если я когда-нибудь встречу татьяну первым делом спрошу что она нашла в таком унылом зануде как ты мне это тоже интересно в общем ты должен быть внимателен и собран когда сортируешь свое барахло представь что от этого зависит твоя жизнь это урок номер два ладно а урок номер три вот в чем он состоит верь верить во что верь что ты сможешь найти в своем рюкзаке нужную вещь женщины постоянно так делают что скажешь ученик мысли блять я хочу верить верить в чудо перьях что ли так но мой ей намек я стал и всем осталось то вдруг забудут вот а так посмотри таки а да да вспомнил и чухи меню говорю не стоит выпендриваться лишний раз и 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 как точно погреться так очень звезда чем могу помочь профи нам нужно давай игли ты такая умная как надо успокоиться так женщину в красном платье так пути на лужи запустить нам успокоиться надо помнить ради чего мы да товарищ мы думаем что объект может пролить свет на все загадки да нулевой пациент она была беременна всего пара недель да мы тоже этого не ожидали нет она не говорит кто отец если верить данным наших друзей с кгб есть два кандидата к сожалению один из них уже мертв это про кого он миша интересно стало конечно товарищ мы приняли все меры для обеспечения безопасности амалиевой и ребенка нас это тоже интересует возможно мы стоим на пороге великого открытия да да я буду держать вас в курсе господи таня была беременна меня и тогда она была нулевым пациентом они с самого начала использовали ее для своих экспериментов тюремная камера 11 июня 90 год мой птенчик мой милый малыш скоро ты увидишь голубое небо луга услышишь звуки океана ощутишь запах сосен почувствуешь тепло солнца на своем лице ты особенный мальчик тебя ждет светлое будущее я очень хочу чтобы ты оказался как можно дальше отсюда и был счастлив ой этот товарищ который от которого она беременна была ну дайте не бойся я всегда буду рядом с тобой в твоем сердце в твоих воспоминаниях найди меня там пора нужно торопиться я люблю тебя малыш мамочка тебя очень любит прощай Таня была здесь пленницей и ее ребенок кто-то забрал его что у меня ощущение то что два кандидата один же второй не очень почему ощущение то что который не очень это про нюк а сейчас было ну так мысли вслух разделе да это прискорбно мои люди этим занимаются прискорбно да это полная жопа как вы это допустили если кто-нибудь узнает следи за языком товарищ я в афганистане воевал когда ты еще пешком под стол ходил у мальчика был сильный аутизм он даже не разговаривал готов поспорить он валяется где-то в канаве сомневаюсь что аутизм у него был к тому же он не мог сбежать сам кто-то ему помог то есть это был кто-то из своих слишком рано делать выводы но да я думаю так значит шпион агенция ру верный сталкер вам в кгб везде шпионы мерещатся видимо поэтому у вас арестов столько саддам вот-вот вторгнется в кувей уверен у цру есть дела поважнее вашего исследования нет это не царю это кто-то ближе ничего я выясню кто генерал я хочу извиниться за свой тон я правда благодарен вам за вашу работу без вас бы мы не справились проект дуга и наши исследования они могут оказаться важнее ядерного оружия даже важнее космических войн даже важнее космических войн по-моему я я это не знаю на кону стоит на ней куда можно сказать будущее нашей родины я уже поговорил с другими членами партии и товарищ я скажу прямо советский союз уже трещит по швам и вряд ли его распад можно предотвратить я не ученый но достаточно повидал чтобы понимать это но вот чернобылит напротив может стать ключом к нашему будущему мы должны сделать все возможное чтобы подготовиться к нему к нему у и м будущее хотела мальчика и он сбежал с боже если так и я не могу соберись игорь похоже кгб хотел активизировать опыт и чернобыли там возможно они надеялись что полученные данные смогут продлить жизнь советскому союзу очевидно у них ничего не вышло и чеси и чет только вот сейчас решил смотреть вокруг черный stalker недостаточно нужен а еще один факт и две улики женщина в красном и два факта три улики так никто не хочет со мной общаются правильно делают покоя покоя так надо успокоиться немного квантовых раз фига тарах в инвентаре меня успокоит оленька нашу это за поговорить это важно согласен со мной связался матвей его разведчики нашли тюрьму в рыжем лесу только сейчас я думал вы изучили эти места вдоль и поперек они обнаружили что старый советский бункер был переоборудован похоже совсем недавно продолжай мы в эту часть леса особо не суемся там полно скрытни и наровцев поэтому ничего не знали и матвей думает что это тюрьма именно там держат кого-то под охраной возможно кого-то важного информации мало но думаю проверить стоит тем более охраны там толком нет определенно надо проверить думаешь там может быть твоя мама нет не думаю ее больше нет я давно смирилась с этим так что хочешь чтобы я прогулялся до этого тюремного бункера я бы не стала просить но это действительно важно а у матвея сейчас дел по горло ты в деле как же я тебе пушку батар лоба ты права надо проверить что это за место я посмотрю вот и славно иди и возвращайся с хорошими новостями прошлом рожьем чуток нет иди Бесим, мразь Не справишься, кастриж Не, я просто сейчас сижу так и думаю Может все-таки от Оливера отправить Потом что-то я вспомнил Про 4 очка Которые я потратил Ну, выполнит, молодец Я знаю, что ты хочешь поступить правильно, но... Будет наказано Разве это не пустая трата времени? Обычно ты не даешь своим эмоциям взять верх над тобой В зоне полно старых советских бункеров и прочих памятников старины С чего бы Нар ими интересоваться? Все получат по 2 на половину От половины? Это не сексизм Вообще ни разу Так Конечно Конечно Я в рыжем лесу Отлично Теперь смотри в оба и не пропустишь его Выдвигаюсь Хочу полустрелить, что она Выполнить, не выполнить задание Полет Еще он Я надеюсь, Нар тоже там веселится Какая чё-то Чё-то Вы окружены Ага, сейчас Разбежались А нахер пойти не желаете? Мы знаем, что вы укрываете террористку По имени Ольга Аскопенко Конечно Ее лучше всего Проводим Вы, ребята, адресом ошиблись Отдай нам ее И никто не пострадает Открывай ворота Какого вашего? Вас никто не трогал Был, парень Неожиданно Они вас больше не побеспокоят Чё, крутой парень? Молодцом Обычно эти козлы так далеко не заходят Скрыть не боятся Спасибо Мы бы и сами управились Но так хоть руки марать не придется И спасибо Так Вот, вот меньше радиацию Так, уже больше некуда Ну, пошли Пошли нахер Будем с вами общаться Кажется, я что-то слышал Пойду проверю Идите вы нафиг Нет у меня настроение с Нарстрелец Янташа была Мой мини-квантовый Расфигатор готов Как нам глядит Маленький контур Расфигатор Которых не может Честно Сделать Козлой Так И Водинар И В жопу И В жопу Вот Тем более Ай Еще раз попадешь Их Пусть стрельит Упокой Маленький контур Вот Там Ищите Ищите Я пока тут Проползу Спокой Не проползай Поход Спокой Я Подожди Перезаряжусь И не обрадуешься И Обещаю Ты где Козел Я в любом Состоянии Опасен Ну Я не хотел С вами Сражаться Ну Зачем Я Вынудили Я Желас Пожалеть Выж Не в равных Усовьях Сам Все Пойдешь Какие охранники Я нашел Вход Берегись Охранников Они наверняка Где-то Поблизости Ясное дело Где им еще быть Какие охранники Вы Как всегда Буду беречь Патроны На крайний случай А повеселиться Так и не повеселюсь Так Крутого Эй Пацан А ты что тут делаешь Детям здесь не место Это уж точно Дед Выпусти-ка меня Пока охрана Не вернулась Как тебя зовут Парень Я Глеб И я ничего Плохого Не сделал Выпусти меня А то мой дядя Тебя знаешь Как наваляет О Ты давай Полегче Шкет Я не шкет Мне уже 10 Для начала Расскажи Как ты здесь Очутился Что это за место Я Собирался Навестить дядю Он должен был Встретить меня В Славутиче Но За мной Приехал черный фургон Внутри сидели Два огромных мужика С каменными мордами Они сказали Что отвезут меня К дяде Дали банку колы Обычно После колы Ничего такого не бывает Но тут мне Захотелось спать Они тебя похитили Проснулся я тут Но я не боялся И не плакал Ну Может чуть-чуть Я уже почти взрослый Один раз Я почти убежал Но эти дурацкие охранники Меня поймали И посадили назад В клетку И Один из них сказал Еще раз Попробуешь удрать Пожалеешь об этом Крысеныш Но я не крысеныш Крысы воняют И какают везде А ты че? Храбрый маленький мальчик На свете Глеб Я же тебе сказал Я уже не маленький А кто твой дядя? Какой ты начальник? Ну да Он тут самый главный Когда узнает Что со мной случилось Голову полетят с плеч Он всегда так говорит Интересно Твой дядя военный Он был в армии Да Как мой папа Но мама и папа Сейчас на небе И дядя обо мне заботятся Мне жаль Что так вышло С твоими родителями Так он солдат? Да? Он работает Над чем-то важным По заказу Очень важных людей Но я не знаю Что это значит Тебе бы в разведку Приятель Враг от тебя Ничего не добьется Ну да Я хочу тебя помочь Глеб Но сначала Задам пару вопросов Ладно? Ладно, ладно Но поскорее Пока охранники не вернулись Ненавижу их От них воняет луком И лекарствами Какими лекарствами? Не знаю Мой дядя тоже Такие лекарства пьет Говорит это от нервов Всегда носит Небольшую фляжку с собой Воняет ужасно Ааа Понятно Такие Лекарства Эти люди Делали тебе больно Давали тебе что-нибудь Таблетки Или может уколы делали Нет Только накричали Когда я попросил меня отпустить Тебя не просили залезть В странную машину Не давали тебе чернобы Зеленые кристаллы Нет Ничего такого Любопытно И ты понятия не имеешь Почему тебя тут держат Они сказали Мною можно Жонглировать Ой Нет Шаржировать Что-то в этом роде Шантажировать? Наверное Я такого слова не знаю Они сказали Мой дядя знает Что я здесь И скоро приедет Навестить Но я думаю Они врут Бедный мальчик Тяжело тебе пришлось Интересно Ты вертушка Можно мне к дяде? Пожалуйста 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 Скоро пойдем Малыш Дай мне подумать Минутку Ладно Пора вытаскивать тебя Отсюда Спасибо Я скажу дяде Что ты хороший человек Никто не заслуживает Сидеть в клетке Надо помочь Ему Игорь Игорь Подумай еще раз Ты ведь понимаешь Что здесь для мальчишки Безопаснее Чем посреди зоны И что? А что делать-то? Ольга Я нашел какую-то Контрольную панель Похоже Она открывает Двери камеры А дальше что? Игорь У тебя есть опыт Работы няней? Выпусти волчонка Нельзя оставлять его В этой клетке Это бесчеловечно Ребенок должен Остаться в бункере Пускай он заложник Но он под защитой Здесь безопаснее Чем снаружи Как насчет того Чтобы отправить его К Матвею? Ты говорила там Относительно спокойно, так? Там детям не место Каждый в поселке Должен уметь сражаться Ему там делать нечего Почему ты Не знаю Просто не откроешь Этот свой портал И не отправишь его К себе на базу Я думал об этом Слишком рискованно Он еще маленький Молекулярная структура Его тела Может необратимо Измениться Вот я и говорю Оставь его там Где он есть Нельзя Сначала должен кое-что Выснять Но требует больше Ольга Я отправлю мальчишку В твой поселок Надеюсь Ты все хорошо обдумал Ему да придется Очень быстро повзрослеть Поблажек не будет Я рос на улице Я был младше его И нормальным человеком вырос Разве нет? Малой, храбрый Он справится Поселок Единственное безопасное место В зоне И больше нравится Как-то тыкать Тыкать Типа Здесь неподалеку Есть поселок Укрепленный Там много людей Они как солдаты Но на нашей стороне Они тебя защитят Скажи что тебя прислала Ольга Как думаешь Сможешь сам добраться? Без проблем Я получил значок За спортивное ориентирование Был лучшим в команде Только будет не в восторге Там не пофиг Плохой А, то есть в принципе Можно было Его оставить И как бы Ну ладно Там Там Ну что там Подредактируем Ну до чего странно Обнаружить секретную тюрьму Нарф Такой глуши Да уж Похоже не стоит Игнорировать Такие зацепки Если бы не вы С Матвеем Мы бы никогда Не нашли этого места Не стоит благодарности Я рада Что ты спас мальчика Правда Хочу чтобы ты знал Об этом Мне сказали Что он добрался До поселка Без приключений Я все еще думаю Что нужно было поступить Иначе Но У тебя не было Времени на раздумья Но в следующий раз Прислушайся ко мне Ладно Ольвер Красавчик Михаил Ошибенно Рыжко Вообще Молит Таракан Ох Ё-моё Обрату Ольга Че херела В смысле смогла Ну а на что Мне понадобится Парочку Решений Через меню Я думаю Проблемой Это не будет Главное Чтобы у Чернобыли Разобрать 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 так сквозь тены чё быть нет он слегка меньше ну ладно я думаю так будет нормально так так две тумычки мтс теперь у меня единственная проблема это электронный компонент больше проблем нет можно сказать ни с чем ну ладно я думаю на сегодня пока закончу продолжим попозже ну как попозже там очень попозже может быть на следующем стриме что-нибудь другое вот ну и для тех кто будет смотреть это в записи всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк и спать урок всем ругод такте и не забывайте про канал на вне скорости там было достаточно интересно ну и тут я еще раз напомню что стримы теперь на твиче ну а после запишу уведомление на канал вот все всем пока спасибо 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 спасибо